Добрый утро дорогие друзья Угадайте с трех раз Чем мы сегодня с утра займемся Ну что там гадать Ну конечно мы поедем на Практичные Покатушки назовем их так Я собрался Поехать В наш пак Мы там однажды были С той стороны где я розочки снимал И грядки Истоптал За что меня тоже Совком обозвали Ну мы поедем с вами С обратной стороны То есть я пытаюсь вам Как бы заодно О стройка Отлично стройка А потом скажу почему Стройка меня интересует Так Если нормально Я стараюсь проехать Как бы по Бону С разных сторон Чтобы вы могли Тем кому это нравится Вот допустим Олег Меня очень благодарит За то что Он как бы со мной рядом Сидит И может Покататься По Бону Ну что Олег Садись рядом Поехали Так Возьму я тебя с собой В покатушку Ты такой у нас Благодарный зритель Всегда пишешь мне Хорошие комментарии Благодарить Не забываешь Поэтому мы с тобой сейчас поедем Двинем мы в сторону Еще одного въезда в автобан Так Ну-ка Парень пропустит меня Пусть когда он делится На 555 сторону Кельда Но мы не поедем В Кельд Мы поедем с вами Вот Райн-Ау Райн-Ау Это такой Чудненький Парк В Боне И там есть много Разных Таких Вещиц Как допустим Баскетбольная площадка Да там Или бейсбольная Там какие-то Беговые дорожки Где Тоже можно будет Поставить Этот самый Дрон И Если там будут Любители Гоняться На Автомашинках Можно с ними Пообщаться И попросить Что Рядом Поставили Допустим Пример Но сегодня Это навряд ли Потому что Сегодня Понедельник И весь парк Практически Будет Нам с тобой Олег Принадлежать Допустим Допустим Я думаю Как Нам С вами Прокатиться Чтобы Совершенно Полновой Дороги В сторону Бад-Годесберга нам надо. В сторону Бад-Годесберга. Да, мы сейчас зайдем в город с другой стороны. То есть вот там 555-я, назовем ее автострады, закончится. И здесь пойдет 565-я, но сейчас тоже под мостом конец именно здесь придет. Здесь надо скорость снизить. В последнее время я с этими покатушками столько этих нахапал. Ну, я не такой, скажем так, который так быстро ездит. У нас это разов называется, по-русски, ну, не знаю, скоростик, наверное, какой-нибудь. Превышение обычно у меня на 7, на 9 километров в час. Ну, это там где-то между 50 и 60, что-то не сбросил. Сейчас 60, я еду 65, ну, давай, 60. Вот такие, короче говоря, особенно, когда разговариваешь, то бывает так же, раз, пропустил просто, и все. Так. Так, а что, ребята, 9 часов, и должны были быть уже все на работе. Ну, какого рожда. То есть, сейчас мы с вами заезжаем со стороны Кёльна. Это была одна из первых таких дорог скоростных, которые Кёльн соединили с Боном. Это было... Ой, дай бог памяти, 49-й год. Или чуть раньше. Неважно, факт то, что это вот как раз, когда получил бонстатус столицы Германии. Очень смешная столица, да. И тогда же был построен этот, который сообщался, потому что в Кёльне там, видать, было ближе. Кёльн знали все, а он никто и не знал. Поэтому прямую, наверное, построили. Вот сюда сядешь и поедешь. Так. Здесь тоже такая красивая ратуша есть. Налево, если видно. Ну, тут тоже объезд хотелось у нас ехать. Ну, придется объезжать. Чё такое? Негр за рулем. На Мерседесе. Видели? Негр на Мерседесе. И чем-то недоволен, я так и не понял, чем я недоволен. Ну, их мозги-то такие заварены. Так. Ну, и, короче говоря, мы с вами сейчас в пробочку маленечку. Мы, эта маленькая пробочка, постоим. Ну, да. Давай, давай. 60, там где 30. Как же ты спешишь? Ну, Негр на Мерседесе это, в общем-то, стопроцентно в 99, скажем так, что это дилер, наркоторгует, вернее, управляющий наркоторговцами. Другого варианта практически нет. Они же, допустим, в школах, они очень сильно не успевают. Работу в силу их характера они могут получить только вот такую. Где-то что-то поднести, где-то что-то убрать. Их стали брать в эти почтовые перевозки, да, на бусиках они развозят пакеты. Так это кошмарно. Это просто кошмар. Не могут вам под дверь бросить просто-напросто пакет. Или вообще его не привезти. то есть почта, которая перешла в руки частных листов, а была она государственная, так же, как Королевская почта Англии. да? Ну, скупили и начали брать подрядчиков, а те, еще этих подрядчиков, и качество очень, очень сильно упало. Я могу это говорить, как человек, который приехал 20 лет назад, что за 20 лет катастрофически упало, очень много краж стало, очень много краж, потому что, ну, как бы, раньше немцы привыкли, что, ну, не надо страховать. Отослал, а оно и придет, да? То теперь, если ты не застраховал посылку, фу, то можешь и не надеяться особо. Я это говорю из опыта, у меня просто украли посылку с драгоценностями, но бижутерия, не драгоценная бижутерия, но, тем не менее, она исчезла, и отослала, она не дошла. Такие бывают вещи. Ну, хорошо, просто я-то застраховал. Хе-хе-хе-хе-хе. Вернее, не я страховал, а страховала моя клиентка. Ну, не знаю, выбила она свои 500 евро или нет, мы потом как-то потеряли связь. То есть, то, что раньше казалось немыслимым, стало повседневностью. В общем, нормально так это все. там тоже все перекопали. Я говорю, стараются, стараются люди копать все, что только можно ископать. Так, да, направо. под желтым и спокойно можем ехать. Это нам не грозит абсолютно ничего. смело, через две сплошные. Но у нас, как бы, ну, я не знаю, такое прям вот страшное. и вот этот поворот стоит 30 евро. То есть, права не отнимут за это. Я не знаю, могут пункты присобачить. Вот, при достижении девяти пунктов, треть, тогда на год теряешь права, но потом должен быть сдавать, как они называют, это идиотный тест. Тест для идиотов, один из примеров. Тебе дают карандаши, допустим. Такой, ну, я не знаю, это анекдот, может, не анекдот. Вот, и говорят, вот, надо елочку нарисовать. Ты рисуешь елочку, я говорю, это почему ты взял синий карандаш или черный, елка, зеленая. Ну, я не могу сказать, может быть, это анекдот, но, во всяком случае, если ты на этом собеседовании говоришь, да нет, я там один раз выпил, я не алкоголик, да я ответственно отношусь, то все, ты этот тест не прошел. Ты должен чуть ли не упасть на колени, бить себя головой, там, лбом, вернее, стучаться, кричать, я алкоголик, блин, не надо лечиться, я осознаю свою вину, и так далее, то тогда есть шанс. Ну, к пьянке за рулем здесь относятся очень нетерпимо, это точно, очень нетерпимо, а учитывая, что немецкая полиция не берет взятки, вообще не берет, ни в каких, ни при каких условиях, то, что ты получишь свои пункты или запрет на вождение, это 100%, это 100%, ребята. Так, мы находимся в районе, в одном из районов Бона, называется Кесенищ. Через него я ездил на работу. кто помнит, что у меня студия там была, в этом же другой район, но тем не менее он граничит с Кесеником. Фридхоф. Мой район назывался Фридхоф. И студия была на Фридхоферстрассе. вот очень хорошее место, где мы с Собакином гуляли, вот туда ходили в горы, но там тоже собака на поводке, ни в коем случае любой этот, как его, Джоггер или кто они там бегают, который может тут же на бегу позвонить в полицию или этому кто за лесом кто следит. У нас называется Форстер. Лесничий, да, Лесничий. Вот симпатичная церковь. И так мы едем дальше с вами. В таких райончиков очень много маленьких не магазинчиков. Магазинчики не выдерживают конкуренции с супермарками. Поэтому на этих улочках есть только такие вещи, как парикмахерские, допустим. ДФК это страховка. так, здесь школа, по-моему, надо аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. То есть, видите, пригороды, они похожи друг на друга. похожая архитектура, узенькие улочки, такое провинциальное жилье, скажем так, и житие. Там здесь нам можно на красный пойти. они переняли у ГДР вот эту стрелку зеленую. Если, говорит, красный стоит стрелочка, то это означает одно, что если ты никому не мешаешь, ты можешь идти на этот красный свет. Так. потихоньку, полегоньку. По левой стороне у нас вот это все зеленое кладбище, по сути, дело. Кладбище здесь классное. Оградок нет, но зато все чисто и пристойно. мы с вами едем по этой улице Фрисдорфе страссе. Фрайбад Фрисдорф. это говорит только об одном, что здесь осень. Вот еще одна стройка. Почему я так сейчас заинтересовался стройками, ребята, я хочу сделать следующее. Я вот сегодня приеду, может быть мы с вами сходим в центр по двум причинам. Первое, мне надо снять денежки, отдать Жене на хранение, потому что у меня на счету они плохо хранятся. Вот. И второе, я бы хотел зайти в магазин рабочей одежды, то есть мне нужен строительный шлем. Курточка у меня такая есть, похожая на это называется Варн Веста, ну, в который я ходил по аэродрому. И я хочу поснимать на строительных площадках, изображая из себя какого-то там инженера, пенсионера, который управляет дроном. Есть такие фото на шаттере, я так подумал, думаю, ну, почему бы мне не сделать собственной персоной это на крайня, как бы, релиз, я сам с собой договорюсь, что там говорить. Ну, вот. И тут мы подъезжаем, это прямой участок уже к моей студии. Тот-то давно с нами, он знает, что частенько мы отсюда выезжали, вот тут мы заправлялись, а вот здесь сейчас покажу. Так, вот сзади машина идет, ну, ничего, то есть въезд вот сразу вот здесь перед коричневой эта штука, так, я сдвинусь, вот здесь, вот, там находилась моя студия. А почему я остановился еще? Вот здесь есть два таких щита. Ну-ка, зараза, этот убрали, кто-то отломал. То есть вот эти, один был, что это, значит, запрещено собак выводить, а второй запрещено тем подходить, которые сюда не принадлежат, то есть он бифукты перзон. это, как сказать, посторонний вход воспрещен. Этих двух плакатиков интересная история, те, кто, я говорю, с нами давно, знают это, вот, а те, кто впервые меня смотрит, вы не слышали, я вам скажу, что это было специально для меня построено, потому что вот отсюда, отсюда, мы ходили с Ричардом сюда гулять. Вот этот маленький клочочек здесь кругом бетон, здесь эти, как сказать, заборы на заборе, фирмы здесь. Потом собакой бедной выгуляться было некуда, я ходил сюда, и ко мне все время прибегала какая-то тетка и пыталась мне там внушить, что она тут главная, и что тут я с ней разговаривал чисто по-русски, чисто по-русски разговаривал, да, было интересно, вот, а потом, когда мне надоело, я ей сказал, я говорю, покуда здесь не будет щитов о том, что людям нельзя, собакам нельзя, я буду это делать, я действительно это делаю, как только поставили эти два, этих два щиточка, я перестал туда ходить, я перестал туда ходить, да, мы тогда с Ричардом садились на машину, я сейчас покажу, по как бы, вот, по этим улицам, мы ехали в пак, там, в этот же пак, в который мы сейчас едем, мы по этой же дороге поедем, потому что здесь буквально три минутки, ну, пять пускай будет, светофорами-то, и, и, там есть еще собачья площадка для выгула, и мы туда ездили, просто-напросто, то есть, это говорит о том, что я законопослушный гражданин, в общем-то, да, но, я не воспринимаю никаких команд, от неизвестных мне персон, да, полиции, я, конечно, подчинюсь, и так далее, а если вот так прибежала тетка и сказала, что вам тут нельзя, то у меня разговор короткий, сначала по-русски я могу поговорить, вот, а потом, когда я полностью выведаю себя, я потом и говорю по-немецкой, что пока не будет здесь запретительных знаков, это закон Германии, я его знаю хорошо, то, ребят, это бесполезно, я рассматриваю это как ущемление моих прав, ну и все. так, ну вот, сейчас мы уже с вами скоро подъедем, давайте, давайте, ребят, здесь светофор короткий, поэтому пропуская вы себя останавливаете, ну, укажу в своей, принципной, так вот, сейчас нам не и кончится, да? Нет, да, вот желтый, но мы успели, успели, еще раз желтый успели, отлично, вот, достаточно, наверное, деньги я смогу снять, вот здесь, здесь хорошая, уютная почта, поэтому не надейтесь, мы с вами тогда не пойдем в центр, если я сейчас здесь сниму денежку, так, отключаемся, да, денежка я снял, без проблем, вот, отдам жене, она свою копилку женскую положит, хе-хе, дело в том, что это все идет в, в копилку для переезда, я вам говорил, что переезд стоит огромных денег здесь, вот, и поэтому мы приняли решение, все, что появляется сейчас на счету, да, ну, помимо нашей и зарплаты, и пенсии моей, что помимо я зарабатывал, то я не сразу отдаю, потому что долго держать деньги мне на счету нельзя, это чревато тем, что произойдет какая-нибудь авария, произойдет какая-нибудь поломка, и надо будет за это платить, я сколько раз убеждался, пока на счету все снял, нет, ничего не происходит, все нормально, а так всегда находятся люди, которым деньги нужнее мои, или придет какая-нибудь почта, что я там когда-то чем-то пользовался, и надо за это заплатить, здесь же как, здесь ты уволился, допустим, квартиру сдал, подсчет, подсчет за отопление и так далее, приходит раз в год, и ты получается безвинно виноват, становишься должен за то, что было в прошлом году, ну да, ты этим пользовался, поэтому тут что, надо платить, ну вот я вам к примеру, или приходит счет, что мы с вами где-то на покатушках, допустим, в прошлый раз мы были в зоне такой, где 100, а мы соскочили с автобана, и не заметили, как проехали 130, это часто бывает, и у многих бывает, и поэтому они это знают, и именно в этих местах при съезде ставят радары, и вот сидишь такой себе, думаешь, так, сколько мне там денег на счету, приходит почта, вот столько у тебя будет меньше, и так далее, или что-то сломается, или, или вот тогда Ричард заболеет, и так далее, то есть все время кому-то нужны мои деньги, всегда, а вот когда денег нет на счету, они мирно лежат дома, тогда все нормально, вот это интересно, я уже заметил такую закономерность, и как бы сейчас стараюсь ей следовать, появляются деньги, снимаю, отдаю жене, все, у меня денег нет, ребят, там сверху кто, у меня денег нет, ну, суеверие такое мое, чисто мое суеверие, так, ну все, мы уже на подъезде, совершенно на подъезде, 諸 мирно, и то, 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 что, то, Продолжение следует... Мы могли бы с вами гораздо быстрее добраться, да? Короче, скажем так. Ну, что значит быстрее, что значит короче. Мы с вами проехали с другой стороны города, посмотрели еще немножко вон. Я думаю, что это никому не повредит. Послушали мои поболтушки. Я, наверное, думаю, вот, может быть, вырезать это все? То есть начинать уже с места самого. А с другой стороны я получаю от вас сигналы, что интересно побывать в новом месте, послушать, что говорит конкретный житель этого города. Так, сейчас сделали здесь, по-моему, ограничение на 3 часа. Вот там машины стоят. Еще-то много их подозрительно. Очень много странно. Странно. Ну, места есть, без проблем поставим. Но просто странно. Рабочий день. Ну, тут бывает, и эти чиновники ставят свою машину. Поэтому и ввели трехчасовую лимит. Раньше его не было. Так. Вот сюда мы с вами и приехали. Хорошо. Поставим. Возьмем... Свои штативы, рюкзак. Ну, и попрем, что-то нам. Вот сюда. А почему запрет у нас? Я думаю, что это такое? Так. Понятно. Оказывается, здесь сейчас зарезервировано для... Какое-то этого... Deutsche Post, немецкая почта, зарезервировала все нахрен. Ну, ядрит-то... Ну, нет, ну, это бессовестно, ребята. Общественная площадка. Ой, я тут все зарезервирую. Ну, что это такое, а? Тьфу ты, блин. Ну, ладно, это хорошо. Я тут немножко местности-то знаю. Знаю, где можно будет приткнуться. В случае чего. Здесь ни в коем случае. Здесь ни в коем случае. Ну, ладно. Что ж теперь? Deutsche Post. Есть Deutsche Post. Немецкая почтовая служба нагибает, и кого хочет. Попробуем здесь тогда, ребят. Я надеюсь, отсюда они не добрались, свинюки. А то я удивился, ребят, что вдруг на тебе, и все закрыто. Три штук, три часа, да? Ну, ладно, давайте тогда на три часа здесь встанем. Нам больше-то и не нужно, ребят. Все, давайте вот тут приспособимся. Ну, туда придется в тот конец тупать пешочком. Ну, бег с препятствиями. Давайте. Там на место уже придем и начнем. Хорошо? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...